Сыграть шахматную партию, впрочем, как и посидеть на таком стуле, вряд ли удастся. Дизайнерская табуретка скорее арт-объект, чем предмет мебели. Но это исключение. Большинство стульев и светильников вполне можно использовать в обычной жизни. Авторы этого арт-объекта решили придать новую жизнь старым вещам. Взяли у бабушки чайник, у папы дрель, обклеили все салфетками. В итоге получился вот такой оригинальный светильник. Его содержимое обжигает не руки, а глаза. Необычная выставка разместилась в фойе технического университета. Авторы всех работ – студенты, начинающие дизайнеры. Чтобы получить зачет по одному из предметов, второкурсники должны были сделать стул или светильник своими руками. Студенты, в общем-то, использовали разные материалы, которые они находили у себя дома, которые они там находили, даже некоторые там на мусорках. И старались выполнить все так, чтобы это было эстетически красиво, чтобы на это было можно взглянуть с другой точки зрения. Весь в цепях и кнопках. Идею этого предмета мебели автором навеяла судьба Людовика XVI. Жизнь французского короля закончилась на Ишафоте. А вот над этим гарнитуром работала целая бригада молодых дизайнеров. Девушки собственноручно пилили и перекрашивали оконные рамы. В итоге появилась работа под названием «Фэшн». Человек смотрит в окно и видит разнообразную стильную жизнь с яркими красками. Основная задача не только стильная мебель, но и функциональная, чтобы в ней можно много чего хранить. Все стулья и светильники на выставке можно купить. В университете планируют устроить аукцион дизайнерских работ. А пока у посетителей есть возможность проголосовать за понравившийся арт-объект. В ожидании результатов начинающие дизайнеры могут почувствовать, как это сидеть на иголках. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости Телеобъектив.